Добрый вечер, и мы продолжаем изучение книги Шаягу, и изучение пророков – это отдельная тема. Давайте мы посвятим наш урок Майи Фульман, которая вчера ушла из жизни, и я хочу напомнить, что все свои занятия я посвящаю Любу Бат-Михаэль, своей жене, которая ушла из жизни чуть больше года назад. Это просто без этого невозможно, потому что, в общем-то, все мои знания – это благодаря ей, так или иначе. Теперь то, что хочется сказать по существу. Изучение пророков – это очень сложное дело. У меня такое ощущение, что в своей массе мы еще не начали его, мы к нему еще не приступили. Каждый раз приходится говорить, когда у меня есть занятия, и в Ешиве с ребятами, и на Еврите, когда есть занятия, приходится говорить, что пророки не предсказывают какие-то события, и не устанавливают какие-то даты – это, в общем-то, ошибочное представление о пророках. Они говорят об определенных тенденциях, которые происходят в мире. Вот сегодня в Мохоммир в Ешиве спросили просто, мы тоже с ними разбираем другие темы, по пророкам спросили. Известный сей 14 главы «Схарья» – «Бедный едет на осле» – это образ Машиаха, и уж сколько здесь не авдили, как бы отделить от нас христианство на этом осле, сколько они ездили. И в то время как есть Мальбин, который говорит, что едет на осле – это образ, как у пророка, у них все – образы. Это Рамбан, Маймонид подчеркивает, что речь не идет о конкретных событиях, а речь идет о образах. «Бедный едет на осле», на осел – это хамор, хомер – это образ материи. Наверное, правильнее говорить по-русски – это не образ, а символ, насколько я понял, пытаясь разобраться в русском языке, а лучше говорить символ. Если что, поправьте меня. Символ материи. И бедный, кто едет на осле – это человек, который умеет материальную сторону подчинить духовности. И как бы душа управляет материей, а не тело управляет душой. Бедный, ускоряя есть такое выражение, бедный духом, а не эру, бедный духом. И бедный он в этом плане, в духовном плане бедный в каком смысле, что он ничего не заимствовал. Или, скажем, он отталкивается от тех духовных насыщений, которые были. Но тот дух, который есть у него, он совершенно новый. И, естественно, важно не только то, что он сам едет на осле, а важно то, что наступает новое время. И если есть такой праведник, у которого душа преодолевает материальную сторону бытия и ставит все материальные, и даже грубые инстинкты человека возвышает его, превращает его в духовную сущность, если, скажем, есть такой человек, то важен не только он сам, он помогает другим, распространяет на других. Это характеризует время. Об этом говорит Мальбим. Рамбам в 11 главе в Ешаягу, к 11 главе в Ешаягу, Маймоник Рамбам, он пишет, что, когда говорится, что волк будет лежать совсой, а лев с быком, то не имеется в виду буквально изменение природы принципиальной, а имеется в виду изменение человеческого общества, когда у людей один лев, а другой более травоядный, как бы по своей сути, они не будут сталкиваться друг с другом, и доброе начало, скажем, милость, свойство души и милости, оно возобладает над желанием порабощать, желанием гнетать, желанием эксплуатировать, наносить вред другому. Мне кажется, что это очень важно, есть другие моменты. Мы с вами пытались затронуть. Каждое видение, оно рассказывает о какой-то духовной сущности и в том его ценность. Если упираться в какие-то даты и говорить, что вот тогда-то произойдет то-то, то, во-первых, это не произойдет. Именно тогда. И в Гемаре, в трактате «Самедрин» говорится о том, что в машинах приходит, скажем, Бесеха-да, новое время изменения, новое приходит Бесеха-да. Никто не знает, когда и как это произойдет. И в том же Ишаялу говорится, что Всевышний даже ангелом не открыл, когда он как бы придет и проявится. То есть и ценность пророков не в предсказании, не в почете, а в том, что мы изучаем то, что мы изучаем духовный мир, мы изучаем те тенденции, которые действуют в мире, и мы тем самым развиваемся духовно. Если мы упираемся в даты, то это для нас духовный стопор. И указание конкретных дат, когда что-то должно произойти, оно имело в нашей истории очень отрицательное значение. Можно представить себе и Шабатая Цви, который строил на соответствии, скажем, даты его рождения, того времени, когда должен прийти Машиев. И понятно, что это движение, и то, что ему верило большинство общим, это движение принесло много вреда. Вильнинский Гаон велел своим ученикам до 1840 года собраться в Израиле. Но он не называл 1840 год как год каких-то конкретных событий. Он говорил о том, что в 1840 году начнет меняться мир. Было очень много авторитетов, которые указывали 1840 год, в отличие от Вильнинского Гаона, указывали как дата прихода Машиеха. И многие голоса предупреждали, что этого не надо делать, потому что это приведет к разочарованию, к депрессии. И действительно так и произошло. Разочарование и депрессия были уделом многих людей, которые ожидали Машиеха в 1840 году. Это 5000 год, который предсказан. 5600 год, который предсказан в Зоу как изменение в мире, как новый потоп, но потоп не воды, а потоп знаний, положительных. Вильнинский Гаон ориентировался на это, но как на предсказание начала каких-то новых тенденций, поворотов, возможностей в мире, но не как на конкретную, что в 1840 году произойдет конкретное событие. А многие убирались в это событие. И были случаи очень печальные, когда люди очень приверженные торе перешли в христианство, они про нас будут сказаны, упасить Бог. Так что мне пока я, что, скажем, такое небольшое вступление, мне казалось важным об этом упомянуть то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся выяснить пророческие образы, мы пытаемся выяснить исторические события в свете их духовного значения, понять людей, которые мыслили духовными категориями. Это то, что мы пытаемся делать, но ни в коем случае не делать какие-то выводы о том, что должны произойти те или иные события именно в такое-то время. Самый сильный момент в этом, это тоже я бы упоминал, но хочу напомнить, что война Гога и страны Магог, когда некий Гог собирается народу и приходит в землю Израиля, то, что описывается в книге Икискееля в 38-39 главе, и Тхарья Учинке и Икискея, описывается в 14 главе эти события. Есть книга, на мой взгляд, очень мудрая и важная, которую, в общем-то, изучают. Это книга Рад Кашер, которая называется «Ткуфа-Акдула» «Великий период». И он там объясняет, что и описание этой войны, когда Гог шторкается в землю Израиля, это также описание тенденций, которые действуют в мире и особенно усиливаются, когда появляется государство Израиль, появляется, как мы знаем, новый вид такой антисимутизма, антиисраилизм. Антиисраилизм, когда борется с самим государством, не то, чтобы с отдельными евреями, скажем, очень часто антисимитизм выходит на задний план, а вот борьба с государством, она становится более острой, или, по крайней мере, она не прекращается. Это Рад Кашер просто очевидно пишет, что не будет никакой конкретной войны. Есть эта война, которая ведется на протяжении поколений против становления государства. И, может быть, я сам как-то не сразу усвоил этот момент. Ушло время для того, чтобы понять, что самое ценное в пророках, то, что есть, это образы. А насчет предсказаний, у нас есть конкретные даты, и мы видим, что это не помогает. Вот мы сейчас будем говорить, в это время будем говорить о Мгелат Истер, о Святке Истер. И очень много в этой истории, основывается подспудный, как бы такой фон этой истории, это предсказание Еремиягу о том, что возвращение будет из Бавеля, из Вавилонского плена, будет через 70 лет. Он об этом говорит, как бы прямым текстом, через 70 лет. Но он не указывает точки, от которой отчитываете эти 70 лет. И когда, скажем, цари Вавилона, а потом и Персии, которые относились очень серьезно к предсказаниям пророков, особенно пророк Еремиягу, Еремиягу был известен для них, они пытались почитать эти 70 лет, и каждый ошибался. Почему? Потому что неизвестно, откуда считать. Неизвестно, откуда считать. И получается, что это предсказание о возвращении из Вавилона, у него тоже нету точной даты. То ли читать от... то ли читать от 440-го года, до этой эры, когда Набахудный цар первый раз пришел в Иуду и выкорил ее, то ли считать с того момента, когда он забрал царя Иоакима в плен, и тот умер, или от того момента, когда он взял царя Ихонии и привел его в Бабель, то ли от момента разрушения храма, откуда отчитывать эти 70 лет. Как мы помним, та же самая ситуация была и в Египте, когда колено Ефраима посчитало по-своему, начали считать от заключения союза с Абраамом, то, что называется Бримбейн Абиталим, союз с рассеченными частями, начали считать от этого момента и попытались за 30 лет происхода выйти из Египта, и из этого ничего не получилось. Получилась большая трагедия, когда 30 тысяч погибло, 30 тысяч воинов, которые попытались завоевать землю Израиля, погибли. И еще раз, что ценность пророков – это символы, это символика, которая помогает нам развиваться духовно, потому что показывает связь духовного и материального мира. – это мораль, воспитующие моменты, это разговор о свойствах Всевышнего, то, что мы должны понять обязательно, как люди, которые верят в единство Всевышнего, мы обязательно должны этой теме уделить внимание. Мы часто говорим, повторяем и фразы из пророков, что за ними скрывается, тоже, опять же, очень часто мы не знаем. Хорошо, если я занял ваше время, то я прошу прощения за обведение. Мне показалось, это мой опыт, скажем, на этой неделе разговора с несколькими людьми привел меня к тому, что необходимо сделать такое введение, которое, может быть, немножко растянулось. Мы с вами открываем сейчас седьмую главу пророка Ишаягу. Мы находимся в периоде правления царя Ахаза, как вы помните, и нам предстоит разобрать еще очень многие интересные исторические события, опять же, с точки зрения духовной, если так можно сказать, духовной структуры истории. Включаю экран, поднимаю экран с вашего разрешения. Седьмая глава. Не могу не упомянуть, что я пользуюсь переводом, который мы вместе с женой сделали около тридцати лет назад, перевод Ишаягу. Мы выработали, опять же, свой подход, чтобы текст был максимально понятен при первом же его прочтении по-русски. И, наконец, мы с вами в седьмой главе напоминаю, царь Ахаз, сын Ютама и сыну Зиягу, двух праведников, царь, который становится на путь злодейства. И, как мы с вами говорили, да, Цуприм указывает две проблемы, две причины, которые его привели к этому. Это то, что дед Узиягу, великий праведник, половину жизни провел на кладбище, потому что он был болен, болезнен цараат, когда он, в общем-то, не для себя попытался войти в храмы принести в искурение. И Ютам, его отец умер, когда ему был 41 год, величайший праведник, который во второй половине своего 16-летнего правления был вынужден воевать с соседями, которые подняли голову, под ним стоял врагам. И также, как отмечает опять же да, Цуприм, он говорит о том, что мы очень часто видим, что цари, они умирали в очень довольно раннем возрасте, 41 год, не всегда, но довольно часто, как бы, да, какова причина, он говорит, что они жили в большом напряжении, удержать страну, особенно в период противостояния врагам, очень-очень трудно, требуют напряжения всех сил, и иногда как бы человек, его нервная система не выдерживает. И вот Ахаз, увидев, что два великих праведника, они не были успешны, не добились успеха, он решает встать на сторону Ашура, который, это империя, которая какое-то время назад начала подниматься, и вот она начинает давление на юг, начинает давление на юге, это Арам, и это северное царство, они чувствуют это давление Ашура, и они заключают союз, чтобы противостоять Ашуру, а Ахаз решают встать на сторону Ашура. И вот где-то на третьем году его правления Рацин и Рацин царя Арама и Пекас Бен-Рам-Аль-Ягу царь Израиля выходят войной, не могут захватить Рушалаев, но они наносят колоссальные поражения Ахазу и разоряют всю страну. И наконец Арам и Северное царство соединяются вместе для того, чтобы выступить против Ирушалаема и Ахаз боится. И в это время Всевышний говорил Ишаягу возьми своего сына Шар-Ишу и иди куда лодок где проходит Ахаз. И Ишаягу который берет своего сына Шар-Ишу его имя само по себе является предсказанием о том, что будет изгнание что Всевышний готовит изгнание и только часть остаток вернется это Шар-Ишу это скажем да само имя сына является предсказанием нужно представить себе что видимо имя Шар-Ишу ему не было не было дано при рождении видимо имя его было было его имя изменено а может быть было давно при рождении и теперь оно само по себе является пророчеством почему потому что Ишая не может пророчествовать при Ахазе вот ему выходит сейчас говорит с царем но обращаться к людям он не может и вот имя самого Шара Ишу остаток вернется оно является пророчеством его спрашивают почему назвал так сына он объясняет но он не может собирать людей обращаться к ним обращаться к ним в дальнейшем мы увидим что Всевышний говорит Ишая вообще перестань говорить возьми учеников пиши пиши текст и они будут свидетелями что ты написал этот текст это ситуация во время Ахаза во время Ахаза который еще как бы не развернулся в полную силу в дальнейшем он захворит храм завредит изучению Торы но уже сейчас трудно обращаться к людям это вот имя сына Шара Ишуф и скажи ему Ахазу храни спокойствие не бойся и сердце пусть не ровеет перед двумя остатками этих дымящихся головней пылающим гневом род сына и Арама и сына Рамальягу за то что замыслили против тебя зло Арам с Ифраемом и сыном Рамальягу сказав поднимемся в Иуду поднимемся в Иуду и уменьшим ее и разделим ее между собой и поставим в ней царем сына Табала некоторые неизвестные личности не из дома Давида человек которым они хотят заменить Ахаза для того чтобы он был их союзником Табал в борьбе с Ашуром так сказал Бог Всесильный не совершится этого и не сбудется это пророчество Ахазу который собирается который собирается покориться который собирается покориться Ашуру ибо глава Арама Дамесаха глава Дамесаха Арацина еще через 65 лет их раем будет разбит и перестанет быть народом и вот это предсказание которое следует понять 65 лет отсчитывается от пророчества Амоса мы представляем себе что если Ишайяву ему говорит что через 65 лет Ифраем будет разбит и перестанет быть народом и глава Ифраем Шамрон и глава Шамрон сына Мальяву а если вы не верите то только потому что не верны вот то значит и Ирацин царь Ирацин царь Арама и Ифраем его царь они перестанут существовать они две головешки которые дымятся то есть они ничего не могут сделать может быть они пылали головешки которые дымятся то что сказал о них Ишайяву не бойся этих двух головешек дымящихся дымящиеся головешки мы понимаем что они прогорели они горели у них была сила они прогорели а я за книг одних только дым идет какой дым идет непонятно они в полной силе они только что каждый из них разбил войска войска Ахаза разорил всю страну они в полной силе сейчас они придут в боем как же они головешки дымящиеся Ишайяву говорит через 65 лет после пророчества Амурса остался год остался год вот этих 65 лет меньше чем за год меньше чем за год их не останется ничего ни от Рацина ни от Пеках Бен Рамальягу их не будет продержись продержись нему немного вернись ко Всевышнему молись Всевышнему и он тебя защитит и от них и от них они уже в самом конце своем и от Ашура как бы он не был силен возможности Всевышнего не возможности Всевышнего не ограничены и он защитит тебя не обращайся к Ашуу забегая вперед можно сказать что в Евреямим написано что Ахаз не послушал Ишаяху но мы с вами говорили что он боится что он боится пророка у него есть боязнь страх перед пророком но он ни в коем случае не хочет слушать его поэтому когда пророк встречает его на поле стиральщиков то Ахаз надевает себе корзину какую-то на голову которую принесли белье бросили ее для того чтобы не видеть пророка а он надевает наглую корзину скажем он не велит его схватить пророка потому что у него есть страх перед пророком через два поколения царя Минаше велит схватить Ижаяху и казнить его просто здесь Ахаз нет у него есть страх перед пророком хотя он не верит на Всевышнего в том плане что он не верит что Всевышний защитит и как бы нету смысла нету смысла служить Всевышнему наоборот надо атаковать присутствие Всевышнего от земли это две причины это неудача его отца и деда и усиление Ашура это приводит его к мысли и он пишет в евреи им говорится что Ахаз пишет письмо пишет письмо Башур Тидлат Пелисару он пишет письмо Анохи 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 Бинха Бе Абдеха я твой сын и я твой раб ну раб ладно а что же такое сын мы понимаем то есть он готов принять всю идеологию Ашура то что ты скажешь я буду делать вот сын как бы в таком духовном плане духовный последователь скажешь поставить идолов во всей стране я поставлю идолов во всей стране вот как что прикажешь то и буду то и буду делать вот а если я вижу что у нас в чате есть вопросы я сейчас постараюсь и это не вопросы давайте посмотрим это здесь в чате отмечена страница курса замечательно так а мы продолжаем дальше да то есть мы с вами поняли что здесь происходит и снова Бог говорил через пророка Ахазу и сказал проси тебе знамения у Бога всесильного твоего из глубины или преисподней или сверху из вышины и сказал Ахаз не буду я просить и не буду испытывать не буду испытывать Бога и Шаягу ему и Шаягу ему говорит пророк всевышний можно сказать идет на крайние меры ну хорошо ты не веришь во всевышнего ты сейчас не согласен остановиться и не обращаться к Ашуру он еще не обратился к Ашуру ты не готов остановиться и не обращаться к Ашуру вот тебе знамение чтобы ты поверил какое хочешь что ты хочешь из преисподней воскрешения воскрешения из мертвых давай кого-нибудь воскреси ты хочешь ты хочешь знамения на на небе хочешь чтобы там скажем звезды звезды перешли с места на место или скажем солнце перешло с места на место пожалуйста все что хочешь все тебе будет все тебе будет сделано вот и Ахаз говорит не буду я просить и не буду испытывать Бога в принципе есть заповедь не испытывайте Бога вашего но понятно что все зависит от намерения от ситуации если человек если человек скажем просит знамения чтобы сказать что что-то сбудется не что-то сбудется что-то произойдет и говорит вот если будет знамение я поступлю правильно а если знамение не будет то я не хочу выступать правильно это называется испытывать Бога вот а здесь по-другому здесь пророк говорит Вот попроси, что хочешь, для того, чтобы ты понял силу Всевышнего, попроси, что только тебе придет в голову. И Ахаз говорит, нет, и здесь это, естественно, не имеет отношения к этой заповеди, не испытывает Бога, а Ахаз не хочет никаких обязательств по отношению ко Всевышнему. Мы понимаем, что он верит во Всевышнего, и он верит в силу пророка. Он понимает, что сейчас попроси, и будет сделано, а он не хочет. Почему? Потому что он рассуждает по-своему, и он боится, что связь со Всевышним требует от человека очень много, она требует от него глубокой веры, духовной высоты. А если где-то человек оступится, то Всевышний тогда уберет свою защиту или еще того хуже накажет. Он не хочет такой связи со Всевышним. Он не понимает, что как бы нет у него, нет по большому счету, у него нет выбора. И ни у кого нет выбора человек, когда он отказывается от Бога, он не приходит никуда, и в конечном итоге он и защиты никакой не получает, как мы знаем. Это постоянный упрек пророков, что цари обращаются за помощью к народам мира, вместо того, чтобы обратиться ко Всевышнему всем сердцам, вместо того, чтобы утвердить закон Торы в стране, установить справедливые суды, и они обращаются к народам мира, и не обращают внимания на духовную сторону. И пророки об этом постоянно говорят. И мы представляем себе, что это очень-очень трудно. Мы привыкли к тому, что мы соблюдаем свои частные заповеди, и все очень нехорошо. У нас есть суббота, и у нас есть праздники на кашрут и так далее. Все очень хорошо. Ну вот представить себе царя. Наверное, царя праведный, но он отвечает за весь народ. И он иногда просто... Пророк ему говорит, не бойся. Не делает этого иногда, просто не удерживает. Он боится. И он хочет принять какие-то реальные действия. совершить какие-то реальные действия. Может быть, какие-то реальные действия пока окажутся бесполезными. Но в данный момент он же что-то... Он же должен что-то сделать. Вот есть люди... В нашей истории были люди огромной... Огромной веры, как Иуда Маккаби. Он выходил в сражение, бросал щит. Выходил в сражение с двумя мечами и обращался к твоим воинам. Что не бойтесь ничего, перед нами скот, приготовленный для убоя. Не нужен щит. Нас защищает Всевышний. Человек, это величайший веры и удостоившийся чудес, и удостоившийся защиты Всевышнего. Не у всех так получается. Не у всех так получается. И не у всех бывают заслуг достаточно, когда они вот так вот решают опереться на Всевышнего. И поэтому человек, даже большой праведник, он просто не выдерживает. Мы знаем, что про Хискиягу, сына Ахаза, который вернулся на пути праведности и был одним из величайших царей. И о нем говорится, что не было такого царя ни до него, ни после него. Хискиягу в трактате Псахин говорится, что он сделал шесть вещей. За три его одобрили мудрецы, а за три вещи его не одобрили. Одна из вещей, он так же, как Ахаз, противостоит Ашуру, мы дойдем до этого. Просто для того, чтобы понять, насколько тяжело принять решение, положиться на Всевышнего и все. Даже когда тебе говорит пророк, очень тяжело. И одна из вещей, за которые его не одобрили, он ввел воды, те же воды, которые собирался Ахаз вести, и не успел и не сделал это, Хискиягу ввел воды источника Гихон, он ввел их внутрь Рушалайма. Вел их внутрь Рушалайма так, чтобы войска Ашура не могли достать, не могли найти подход к этим водам. Он их замуровал, а сами воды направил внутрь города. И это известный Нигбад Хискиягу, Тумель Хискиягу, по которому вода источника Гихон уходит внутрь Рушалайма. И мудрецы его не одобрили, его же, я не думаю, что это его поколение, а уж мудрецы последующего поколения, как бы глядя назад, они сказали, что он зря это сделал. Действительно, это огромный мифаль, огромное мероприятие, которому встать помогал, в нем помогал весь народ, оно оказалось бесполезным, совершенно бесполезным. Перед мощью Ашура можно было бы ложиться только на защиту Всевышнего и на то чудо, которое, в конечном итоге, Всевышний сделал ради Хискиягу. Мы забежали немножко вперед для того, чтобы понять Ахаза. Это раздвоенность, дуальность, раздвоение личности. С одной стороны, он боится пророка, верит во Всевышнего. С другой стороны, он подставляет голову, шею умышленно под ярмо Ашура, ищет защиту у Ашура и настолько полагается на сам Ашур, что готов принять всю его идеологию, все его божества, культы, обычаи и так далее. Пожалуйста, только что только царь Ашура, Теглад-Пелесар, что он скажет. Если мы немножко себе это представляем, то мы можем представить себе эту ситуацию. И ситуация, она, скажем, очень человеческая. Может, Техас ее доводит до какой-то крайности, но в принципе, у тебя ситуация очень человеческая. Тебе говорят, верь, и есть ситуация, в которой ты понимаешь, что ты не можешь выстоять и хочется сделать что-то. Вот мы можем еще один такой пример привести, что про Юсефа говорят, что он получил как бы с небес, получил приговор лишние два года в Термице за то, что он попросил Виночерпия, чтобы тот упомянул о нем, напомнил о нем фараону. И напомнил, сказал фараону, что в Термице есть юноша. Вот пусть он напомнит об этом фараону, когда фараон его вернет на свое место, прислуживает фараону, пусть он напомнит фараону. И не помню, есть ли это в Гебмаре, но Митрашим точно и как бы Раши и другие комментаторы говорят, что за это Всевышний добавил ему два года. За что? Это же с точки зрения Галачи разрешено. Это по-человечески понятно. Ну, что же он сидит там в этой темнице? Ну, пусть он там начальник над всеми, но он сидит в этой темнице. И здесь есть какой-то реальный шаг, который ты можешь сделать. Почему ты должен от этого отказываться? Почему когда-то ты делаешь этот шаг, ты получаешь наказание? Дело в том, что, конечно, он мог это сделать, Юсеф. Конечно, он мог это сделать. В этом нет никакого нарушения закона Тори. И для большого праздника есть одна единственная проблема. Есть одна единственная проблема. Это то, что называется хвататься за соломинку. Этот египтянин тебе все равно не поможет. Что бы ты для него ни сделал, ты знаешь этот народ, ты живешь себе среди него. Это люди неблагодарные. Они забудут и не будут помнить то, что говорится про этого вина Черпия. И забыл, и не помним про Юсефа. Не сказал, конечно, ничего про он. Ты заранее должен был это знать. Знал заранее. И тем не менее ты просишь. И мы понимаем психологию человека. Меличайшего праведника Юсефа, который во всем полагался на Всевышнего. Может быть, именно поэтому ему так и досталось с небес еще два года в темнице. Потому что это человек величайшего уровня. Хватается за соломину. И исходя из этого хаз, конечно, он неправедник. И так далее, и так далее. Но принцип тоже. Иногда трудно поверить. Трудно положиться на Всевышнего. В качестве шутки. Хочу вам рассказать историю из старой давнишней жизни. Наверное, сколько уж, наверное, 45 лет с плюсом этой истории. В московской синагоге были старики, на которых все держалось. И один из них тоже, ну, это вот неправедник величайшего какого-то уровня. То есть, так можно сказать, да. И он и обрезание делал всем детям в невероятных условиях. И он же резал скотину. Да, скотину покупали на какой-нибудь мясокомбинате. Договаривались там. И резали скотину. Потом продавали мясо в синагоге. На все это было разрешение. Как бы получили разрешение. Как говорили в соответствующих инстанциях. И, значит, однажды Ревмотов и Торбетчин, и шофер. Честно говоря, не помню, как его фамилия. Вот ехали на мясокомбинат для того, чтобы на грузовике, для того, чтобы зарезать корову, проверить ее на месте и привезти мясо и продавать его в синагоге. И шофер Михаил Миша, он хочет повернуть через там, где нельзя поворачивать. Мы должны сразу заехать в мясокомбинат. Они делают круг. А и там стоит милиционер. И вот он уже, например, начинает поворачивать. И вот Торбетчин, замечательная личность, он говорит ему, Миша, ты езжай как надо, а ГАИ сам помрет. То есть, если бы он повернул и его остановили, ему пришлось платить штраф. Тоже вариант. Но он ему говорит, ты езжай как надо, все будет хорошо, только езжай как надо, не делай грузопущий. Не знаю, годится или нет, но, может быть, если опять же не очень уместно, я прошу прощения. Но вот такое забавное выражение, которое у нас потом у отказников вошло в поговорку. Езжай как надо, а милиционер сам пропадет. Хорошо, давайте мы здесь остановимся. Надеюсь, что мы как-то продвинулись в понимании сложных вещей, человеческой психологии, отношения со вседичными и так далее. Ну, если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Я сейчас снимал лучший эр. Вот, и у нас с вами полный экран. Если кто-то, пожалуйста, хочет что-то спросить, обсудить, то, пожалуйста, я готов со своей стороны. Ладно, хорошо. Ну, если вопросы не родились в процессе изложения, то я не думаю, что они и теперь родятся. Мы тогда закончим наш форум, я остановлю запись и скажу всем большое спасибо. Опять же, приношу извинения, если некоторые истории и видения затянулись. Вот, всем самого доброго, наилучшего, хорошего месяца и хорошего настроения до 120 лет. Вот, с Божьей помощью, чтобы все было в порядке. Спасибо большое. Спасибо, Розеев. Коды что? Коды что? Коды что? Спасибо большое.